Пикеты в его поддержку По численности они заметно разнились, но цель собравшихся была одна – выступить против возможного решения французских властей, экстрадировать главного врага, казахстанского диктатора Назарбаева, на родину. Эффект будет. Я надеюсь, что генеральный консул проинформирует правительство Французской республики. Моя позиция – это гражданское выразить свою точку зрения. Бывший министр энергетики, индустрии и торговли Республики Казахстан Мухтар Аблязов возглавлял крупнейший БТА-банк. Однако из-за своей непримиримой политической позиции к диктаторскому режиму Нурсултана Назарбаева Аблязов стал персоной нон-грата в родном Казахстане и последние несколько лет был вынужден скрываться в Великобритании, где получил статус политэмигранта. По некоторым сведениям, президент Назарбаев настолько сильно мечтает расправиться со своим главным оппонентом, что не жалеет никаких средств. По последней информации на поимку Аблязова, казахстанский лидер потратил 100 миллионов евро. Наши казахстанские народные ресурсы давно уже задействованы режимом Назарбаева для того, чтобы подкупать везде и всюду и всех. В его маникальном стремлении преследовать Аблязова и его окружение, соратников и уже семью. Накануне ареста произошло очень важное событие. Главы двух государств России и Казахстана общались по телефону. Вряд ли станет удивительным тот факт, что после задержания Мухтара Аблязова в СМИ появилась информация, что его экстрадиции требует Украина. Между тем правозащитники отмечают, что у России и Украины крайне мало шансов заполучить у Европы Мухтара Аблязова. Экстрадиции же в Казахстан и вовсе не обсуждается. Его запрашивают страны, у которых не совсем благополучная репутация. И у Украины, и у России очень много нареканий со стороны международных институтов области прав человека, связанных с практикой пыток в этих странах. Поэтому я думаю, что Франция, понимая эту ситуацию, вряд ли его выдаст по экстрадиционному запросу. Он вполне в соответствии с миграционной политикой страны может получить территориальное убежище, ввиду того, что, по его мнению, ему опасно возвращаться либо находиться в Великобритании. Но территориальное убежище выдается не овпрода миграционной службой, а по решению префекта того департамента, где он находится. Сейчас Мухтар Аблязов находится в городке Экс-Сан-Прованс. Там 1 августа состоялось судебное заседание. Суд Франции постановил таки оставить экс-главу БТА Банка под стражей до решения о его возможной экстрадиции. Дружественная Казахстану Украина должна в 40-дневный срок предоставить все документы для его выдачи.